Друзья, всем привет! На связи Хургада и сегодня мы с вами посетим отель Альбатрос Палас. Перед вами кирпичная стена, которой сейчас обнесен весь аэропорт города Хургада. А сейчас на экране вы видите входную группу в отель Риксос. Он скоро откроется, построен на месте отеля Магавиш. Подъезжаем к отелю Альбатрос Паласа. Я напомню, что он расположен буквально в 15 минутах езды от аэропорта и в 20 минутах езды от центра города Хургада. Многие из вас уже посмотрели мой предыдущий обзор отеля Альбатрос Палас, который я делала в конце ноября прошлого года. После выхода ноябрьского видео я получила очень много вопросов о температуре бассейнов, о состоянии питания на сегодняшний день. Поэтому мы решили еще раз посетить Альбатрос Палас, все заснять и все вам рассказать, свежайшую информацию. Надеюсь, этот обзор будет полезен для тех, кто выбирает Альбатрос Палас для зимнего отдыха в 2021 году. Пока мы ждем ключи от номера, я немного поснимаю для вас ресепшн. В прошлый раз я не засняла вот это интересное панно с тапочками. И еще обратите внимание, как красиво выполнены потолки в ресепшене отеля Альбатрос Палас. Всего в отеле 621 номер, из них 20 номеров семейные фэмили рум. Получив ключи от номера, мы подошли к гастрилейшен отеля и записались на вечер в марокканский ресторан, потому что в прошлый раз не посетили его. В этот раз нам дали стандартный номер на солнечной стороне с выходом к бассейнам. Стандартный номер у нас в этот раз немного другой. Другая мебель, но ванная комната абсолютно идентичная прошлому номеру. Есть фен, розетка, увеличивающее зеркало. Есть сейф, а под сейфом в шкафчике спрятан холодильник. Холодильник заполнен двумя бутылочками воды питьевой и бутылкой спрайта. В номере есть центральный кондиционер с индивидуальным контролем, телевизор, зеркало, чайный набор, две стандартные кровати и одна дополнительная кровать для ребенка. А вот так в отеле выглядят детские кроватки BabyCode, которые по запросу приносят в номер. В этот раз у нас не балкон, а терраса и номер на первом этаже с выходом к бассейнам. Сейчас мы с вами на завтраке в ресторане Sky. Завтраки сейчас накрываются только в этом ресторане. Он находится наверху в главном корпусе. Это вид на территорию отеля из ресторана Sky, где накрываются завтраки. Здесь ничего не изменилось с последнего нашего посещения. Все так же есть кофе в автомате, кофе в кофемашине и кофе, как мы называем, из жибана. Это фрукты и овощи, из которых готовят свежие соки. Такие соки есть только в Альпатрос-Паласе. Их нет в цитадели, их нет в джангле. В экране вы видите йогурты и разнообразные сухие завтраки. Ковар нарезает сыр, а я вернусь к свежим сокам. Их готовят из грибфрута, апельсина, банана, дыни, огурца и помидора. Здесь нарезка колбасы, но вы знаете, что вкус египетской колбасы оставляет желать лучшего. Движайшие круассаны, но вообще хочу отметить, что с выпечкой утренней в Альпатрос-Паласе дела обстоят не очень хорошо. Она вкусная, но выбор совсем минимальный. Завтраки в отеле достаточно однообразные. Каждый день предлагается одно и то же. Есть омлеты, есть венские вафли, есть баклажаны, картошка, сосиски, помидоры, запеченные под сыром. Позавтракать вы можете как внутри ресторана, так и на веранде с красивым видом на территорию отеля и на море. Следующий объект нашей инспекции это бар в главном бассейне. Хочу обратить ваше внимание, что бассейн сейчас не подогревается. Подогревается бассейн с детскими горками и бассейн там, где находится джакузи. В первой половине дня, когда мы заехали в отель, было достаточно прохладно. Вы видите, что мы тепло одеты, на улице пасмурно и в баре много народу. Но уже после обеда выглянуло солнышко, стало даже жарко. Такая смена погоды характерна для египетской зимы. В этом баре предлагаются алкогольные и безалкогольные напитки местного производства. А также в этом баре есть хорошая кофемашина. И можно попить вкусный кофе, капучино или латте. Рядом с баром, который находится в бассейне, есть небольшое кафе, где днем готовят очень вкусные блинчики с разными начинками, с мясом, с сыром. Там же готовят пончики, но пончики не такие сильно вкусные, но тоже можно перекусить. И в этом же кафе есть автомат с мороженым. Он на полном самообслуживании. Накладывайте ровно столько, сколько считаете нужным. Сейчас у вас на экране бар, который находится рядом с ресепшеном. Здесь варят очень вкусный кофе и предлагается выпечка. Следующий объект нашего внимания это бар около ресепшена. Он работает с 10 утра до 12 ночи. Здесь делают вкусные коктейли. Напитки предлагают алкогольные и безалкогольные местного производства. Сейчас перед вами пляжный бар, который находится рядом с волейбольной площадкой и рядом с отелем Бич Альбатрос. Здесь можно пообедать в промежутке с 12.30 до 17 часов. Здесь предлагают нарезанные фрукты, яблоки желтые и красные, апельсины, финики, нарезанные овощи, помидоры, огурцы, листья салата, оливки. В этом баре готовят пиццу, в этом баре готовят бургеры и картошку фри. Сейчас минутка полезной информации для тех, кто собирается в Хургаду. Для прилетающих на курорты Египта виза отменена до конца апреля месяца. По-прежнему для тех, кто прилетает в Египет, нужен тест на ковид сроком годности 72 часа. Либо вы можете сделать тест в аэропорту курортных городов, это будет стоить 30 долларов. Не забывайте, что по прилету в Египет в течение двух суток вы можете посетить магазин беспошлиной торговли, который называется Duty Free. У нас в городе в Хургаде три таких магазина. Один находится в Сензамоле, один находится на улице Мамша. И еще один магазин Duty Free находится в отеле Сигал на Шаратоне. С паспортом в течение первых двух дней вы можете посетить эти магазины. Пообедать в Альбатрос-Паласе вы можете не только в пляжном баре, но и хороший полноценный обед. Предлагают в ресторанах, которые находятся в главном корпусе. С 12.30 на веранде главного корпуса вы можете пообедать пиццей, пастой. Можете посетить рыбный ресторан, ресторан Медитеранин или ресторан азиатской кухни. Начнем мы с вами дегустацию обеда с ресторана азиатской кухни. Это наш любимый ресторан. Мы здесь обычно обедали и ужинали. Здесь очень уютно и очень вкусно готовят. Вообще хочу отметить, что обеды и ужины в Альбатрос-Паласе очень качественны и очень разнообразны в отличии от завтраков. Завтраки я уже упоминала однообразные, а вот обеды и ужины есть где порезвиться. На обеде всегда есть блюда из морепродуктов, из курицы, из мяса, овощи, фрукты и, конечно, сладкая выпечка. В ресторане всегда работает бар. Можно подойти самостоятельно взять напитки, а можно попросить официанта, они совершенно радостно разносят напитки желающим. Каждый обед и ужин они готовят мясо вот в таких печках. Сейчас на экране ресторан Медитеранин, он тоже предлагает обед. Здесь тоже хороший выбор блюд. А это рыбный ресторан Фиш Маркет. Здесь накрывают детский стол. Вы видите маленькие столы и стульчики и детские блюда. В обед вы можете посетить все рестораны и при желании можете обедать или внутри ресторана, или на веранде. Вот так выглядит эта же веранда, но вечером, с подсветками, очень красиво. И сейчас мы с вами посмотрим, что предлагает нам на ужин Альбатрос Палас. Здесь вы можете заказать пасту, а здесь готовят очень вкусные закрытые пироги с разными начинками. Здесь же находится ресторан Таджин. Как вы помните, мы в него записались еще утром у Гастрилейшн. И сейчас я вам покажу, чем почуют туристов в ресторане Таджин, который обслуживает туристов по меню. Этот ресторан туристы посещают бесплатно, но по записи. Здесь туристов обслуживают официанты, блюда приносят по очереди. Вначале приносят суп, различные закуски. Горячее блюдо, очень вкусное мясо, кстати, приготовлено в Таджине. После горячего блюда нам принесли десерт и чай. Напитки в ресторане Таджин разносят только официанты. Самостоятельно вы их взять в баре не можете. Очень красивая подсветка в ресторане Таджин и очень приятная музыка. А наши девчонки, как всегда, зажгли. Сейчас мы с вами посмотрим, что предлагают на ужине на веранде в отеле Альбатрос Палас. И это Глинтвейн. Конечно, он больше похож на компотик, но алкоголь немножечко чувствуется. И здесь же на веранде накрыт большой стол с восточными сладостями. Но такой стол накрывают не каждый день, а примерно 1-2 раза в неделю. Движемся дальше. И здесь на входе в азиатский ресторан всегда что-то готовят на гриле. Или мясо, или курицу, или люля-кебаб. В самом ресторане предлагаются овощи и фрукты, десерты, мясные блюда, рыбные блюда. Здесь же в ресторане азиатской кухни готовят и суши. Причем я слышала, что можно попросить, чтобы вам приготовили креветки. Конечно, за дополнительную плату, но цену называли в 10 долларов. Вот не могу утверждать, что это правда. Если кто-то попробует, обязательно отпишитесь в комментариях. Очень вкусно готовят в азиатском ресторане. Причем вкусно все. И гарниры, и мясные блюда, и морепродукты. Отличная кухня. За ужин альбатрос-паласу я ставлю твердую пятерку. Кстати, клубника на ужине была во всех ресторанах. Для тех, кто впервые на моем канале, я расскажу два слова о себе. Меня зовут Ольга. Я живу в Хургаде 13 лет. Уже почти 10 лет я работаю в туристической компании, которая занимается организацией экскурсий в Каир и Луксор. У нас очень хорошие цены. Например, экскурсия в Луксор сейчас стоит 43 доллара. Мы также предлагаем экскурсии на сафари. У нас есть хороший ассортимент морских экскурсий. И мой инстаграм вы сейчас видите на экране. Добавляйтесь, буду рада. Я стараюсь публиковать там много полезной информации. Ссылки на другие мои социальные сети вы найдете в описании к этому видео. Сейчас на экране ресторан Медитерраниан. Здесь тоже хороший выбор блюд. И мясо, и рыба, и вкусные гарниры, и фрукты. Все есть в наличии. Если у вас есть вопросы по отелю, пишите в комментариях. Или пишите мне в инстаграм, на вайбер, на ватсап. Я отвечу на ваши вопросы. На экране вы видите гарниры и мясные блюда в ресторане Медитерраниан. И мы с вами плавно перемещаемся в рыбный ресторан, который называется фишмаркет. Здесь тоже достаточно хороший выбор гарниров. Причем гарниры совершенно другие, не те, что были в предыдущих ресторанах. И в фишмаркете готовят очень вкусно рыбку. Запекают ее в фольге. А также в фишмаркете есть детский стол, где представлены блюда для детей. Сейчас на экране как раз вы видите детскую зону в рыбном ресторане. И предлагают малышам фрикадельки и курочку на пару. Есть также и гарниры, конечно же. В следующем видео я вам покажу территорию отеля. Теплые и холодные бассейны. Мы с вами посмотрим пляж и территорию соседнего отеля Бич Альбатрос. Я вам расскажу, можно ли пользоваться там лежаками и зонтами. На экране вы видите гарниры в фишмаркете. И повар, который показывает, что нужно подождать 10 минут, пока запекается рыбка в фольге. Так обстоят дела с питанием в отеле Альбатрос Палас зимой 2021 года. Обязательно напишите в комментариях, если вы отдыхали в этом отеле, понравился ли он вам. Если у вас есть какая-то дополнительная информация об отеле, пожалуйста, напишите ее в комментариях. Я думаю, это будет интересно всем. И мне, и будущим отдыхающим этого отеля. Субтитры создавал DimaTorzok